МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рохленко и Людмила Татарова. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Сегодня 7 апреля. Обратимся к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 7 апреля 1901 года в городе Троицк, Челябинской области, в бедной татарской семье родился Исхак Ахмеров, один из видных советских разведчиков. Отец умер, когда Исхаку было несколько месяцев. Мать вместе с сыном поселилась у своего отца, который был кустарем с корняком. В 1912 году скончался и дед. Исхаку пришлось, как тогда говорили, пойти в люди, не закончив школы. Он был мальчиком на побегушках, под мастерием, батраком. После революции Исхак получил среднее образование. Незаурядные способности татарского юноши привлекли к нему внимание партийных органов. В 1921 году его направили на учебу в Коммунистический университет народа Востока, а через год в Первый государственный университет, ныне МГУ, на факультет международных отношений. Несмотря на материальные трудности, Исхак учился легко и в 1930 году окончил университет и вскоре был принят на работу в органы государственной безопасности. В 1932 году Ахмеров был переведен на работу в ИНО ОГУПУ, внешнюю разведку. После непродолжительной стажировки в Народном комиссариате иностранных дел его направили в Турцию под прикрытием секретаря Генерального консульства СССР в Стамбуле. К этому времени молодой разведчик свободно владел турецким, английским и французским языками. В Турции Исхак Абдулович работал до 1934 года. Он приобрел навыки оперативной работы, привлек к сотрудничеству с внешней разведкой ряд интересующих ее лиц. В 1934 году он был направлен в качестве оперработника на нелегальную работу в Китай, куда прибыл по чужим документам через Европу. Ахмеров поступил на учебу в Американский колледж, где в течение года совершенствовал знания английского языка. Одновременно он выполнял задания разведки по разработке японских представителей в Китае. В 1935 году Исхак Абдулович выехал на нелегальную работу в США. Здесь ему удалось быстро легализоваться и приступить к разведывательной работе. Он завербовал ряд агентов в Госдепартаменте, Министерстве финансов, спецслужбах, от которых поступала важная информация. В 1942-1945 годах Ахмеров возглавлял нелегальную резидентуру в США. С помощью находящихся у него на связи агентов он добывал и направлял в Центр важную политическую, научно-техническую и военную информацию. За этот период он лично привлек к сотрудничеству с внешней разведкой нескольких ценных агентов. После 12-летнего пребывания за рубежом на нелегальной работе в 1945 году Исхак Абдулович возвратился на родину и был назначен заместителем начальника отдела нелегальной разведки. На этом посту он принимал активное участие в создании нелегального разведывательного аппарата за рубежом. Выполняя поручения руководства разведки, Ахмеров выезжал в краткосрочные командировки в различные страны, проводил операции по восстановлению связи с агентами-нелегалами и выполнял другие ответственные задания по оказанию помощи разведчикам-нелегалам. За выполнение специальных заданий по линии нелегальной разведки Ахмеров был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Знак Почета и многими медалями. 7 апреля 1930 года постановлением Совета народных комиссаров СССР утверждается положение об исправительно-трудовых лагерях и создании управления лагерями ОГПУ знаменитого ГУЛАГа. Вскоре после революции во исполнение декрета ВЧК о проведении красного террора создаются первые лагеря для заключенных. В 1923 году по решению ОГПУ был открыт так называемый СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения. Именно тогда лагеря из временной меры стали постепенно превращаться в один из атрибутов государственной власти. В положении об исправительно-трудовых лагерях, утвержденном постановлением СНК СССР 7 апреля 1930 года, говорилось, что их задачей является охрана общества от особо социально опасных правонарушителей путем изоляции их, соединенной с общественно-полезным трудом, и приспособлением этих правонарушителей к условиям трудового общежития. В 1934 году число заключенных в лагерях ГУЛАГ составляло 500 тысяч человек. В 1940-м – более полутора миллионов. В лагерях, как правило, были установлены тяжелейшие условия и применялись суровые наказания за малейшие нарушения режима. Для ГУЛАГа была характерна высокая смертность от голода, болезней и непосильного труда. Заключенные бесплатно работали на строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах. ГУЛАГ просуществовал до 1958 года, но официально был закрыт по приказу МВД в 1960 году. 7 апреля 1946 года на территории, присоединенной к СССР в Восточной Пруссии, была образована Калининградская область. В XIII веке по просьбе польского князя Конрада Мазовецкого и по благословению Папы Римского, крестоносцы во главе с Тевтонским орденом полностью уничтожили языческое литовское племя пруссов. Единственная причина заключалась в том, что они не хотели принимать христианство. На месте их поселения Твангсте, судецким королем Атакаром II, был основан город Кёнигсберг. В 1410 году, после разгрома Тевтонского ордена Речью Посполитой, Кёнигсберг мог стать польским городом, но тогда польские короли ограничились тем, что орден стал их вассал. Когда Речь Посполита стала ослабевать, на землях Тевтонского ордена возникло сначала Курфюршество, затем Прусское королевство. После того, как его столицей вместо Кёнигсберга стал Берлин, у всей Германии началась новая история – имперская. Во время Семилетней войны 1756-63 годов русские войска императрицы Елизаветы Петровны разгромили армию Фридриха Великого. Кёнигсберг в 1758 году стал российским городом. Преемник Елизаветы Петр III в 1762 году вывел русские войска из Восточной Пруссии, а город вернул Фридриху. Вследствие чего долгие годы Пруссия оставалась союзником русских царей, а также торговым и технологическим мостом между Россией и Европой. В сентябре 1914 года в прусских болотах погибла армия генерала Самсонова. 22 июня 1941 года группа немецких армий «Север» нанесла с территории Восточной Пруссии удар по советской Прибалтике. В апреле 1945 года советские войска штурмом взяли Кёнигсберг. В том же году решением Поздамской конференции трёх великих держав СССР, США и Великобритании о ликвидации Восточной Пруссии край был разделён между СССР и Польшей. 7 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ об образовании Кёнигсбергской области в составе РСФСР, а 4 июля область была переименована в Калининградскую. 7 апреля 1995 года после десятилетней реконструкции была открыта Третьяковская галерея. Посетителям была представлена обновлённая экспозиция классического русского искусства в Лаврушинском переулке. Традиционные маршруты расположения материалов были во многом сохранены. В обновлённом доме Третьяковской галереи стало возможным значительно расширить экспозицию древнерусского искусства, выделить залы для скульптуры 18-го, первой половины 19-го веков и рубежа 19-го, 20-го веков. Требующая особого светового режима, графика теперь демонстрируется в специально оборудованных залах. Появилась сокровищница, где можно увидеть произведения прикладного древнерусского искусства, миниатюры, иконы в драгоценных окладах. Застройка внутренних двориков во время реконструкции дала возможность создать новые залы для картин Брюлова, Иванова, Крамского, Куинжи. Самый большой из них был специально спроектирован для огромного декоративного панно «Принцесса Грёза» в Рубеле, поступившего в галерею ещё в 1956 году из Большого театра. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков хронограф». До скорой встречи!